Какой Новый год без запуска фейерверков? Но что нужно сделать для того, чтобы запуск петард не омрачил праздник? Узнаем у сахалинских спасателей. Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, а где можно взрывать фейерверк? И где можно найти информацию об этих местах? Официально в черте города Южесхалинска и в самом Южесхалинске выделено около 10 мест для запуска пиротехнических изделий, подготовки специально подготовленной площадки. То есть для запуска пиротехники непосредственно нужно чистое ровное место, это площадка без машин, без строений, без деревьев, без людей. Правила пользования очень простые. Берем зажигалку либо спички, в другую руку берем саму бомбочку непосредственно. Данный экземпляр обладает фитилем. Всегда такие вещи кидаются по военному, так сказать. Вот таким вот образом. То есть показываю сейчас. Прикольно. Не ожидал. Фонтан вскрываем. Также обладает фитилем. Устанавливаем на ровную твердую поверхность. Поджигаемся на расстоянии вытянутой руки. И отходим. На какое расстояние надо отходить? Безопасное расстояние от 15 метров. Насколько давно у нас были, может быть, какие-то трагические случаи? Пять лет назад от неправильного выбора направления фейерверка, запуска фейерверка, произошел пожар на строящемся объекте. Благо, никто не пострадал. Четыре года назад человек неправильно проводил сам запуск, наклонился в момент поджига фитиля. И получается, пиротехника сработала прямо в лицо. Едва трагедия не случилась в вашей семье, да? Как это происходило? С братом стали устанавливать римские свечи, запускать. И так получилось, что пиротехника сработала раньше, чем ей было предусмотрено. Благо, были оба трезвые, среагировали. Ну, как бы осадок остался в новогоднюю ночь. Пропаганда правильного запуска пиротехники, она возможна спасет кому-то жизнь. Дай бог, спасибо вам огромное. Если соблюдать все перечисленные меры безопасности, вряд ли что-то сможет омрачить этот праздник. С Новым годом! С Новым годом!